Не все то масло, что названо маслом. В магазине крупной розничной сети на улице Демидова ревизоров с утра пораньше больше, чем покупателей. Руководители сразу двух департаментов областного правительства знакомятся с ценовой политикой и проверяют наличие на прилавках товаров местного производства. Сотрудники Россельхознадзора берут на исследование по полкило молочной продукции – сливочное масло, творог и сметану. Дней через 10 будет готов ответ. Соответствует содержимое заявленному на упаковке составу или нет. Исследование ПРО посуществляется на базе федерального государственного учреждения Федерального центра охраны здоровья животных города Владимир. Результаты исследований будут направлены всем заинтересованным лицам. Хорошо, когда производитель честно заявляет о присутствии в составе продукта растительных жиров. Однако много и тех, кто эту информацию предпочитает умалчивать. Лабораторный анализ выведет всех на чистую воду. И тогда от неприятного клейма фальсификат уже будет не отделаться. Чтобы все работали честно и торговым сетям, и производителям был предложен к подписанию меморандум. Разработан меморандум, рассчитана рекомендованная экономически обоснованная цена. И вот этот меморандум о том, что и производители Ивановской области, и торговые сети, работающие в Ивановской области будут на нее ориентироваться, это меморандум и разослание. То есть у каждого продукта есть своя цена. Ее размер можно узнать на профильных правительственных сайтах. Ознакомясь с этой информацией, покупателю будет проще ориентироваться среди магазинных полок. Например, пачка творога 9% 200 грамм не может стоить меньше 46 рублей. Если плюс-минус масло меньше 90, 92 рублей стоит тоже не может. Если плюс-минус там 87, 95, это не критично. Если масло стоит 50 рублей, то скорее всего это спред. Спред это тоже продукт, его тоже можно есть, но потребитель должен знать о том, что он ест. Есть и так называемые черные списки фальсификата растительными жирами. Туда попали продукты Лежневского, Палехского и Фурмановского молокозаводов. Эта розничная сеть на Шереметьевском проспекте меморандум подписала одно из первых. Говорят, скрывать нечего, с производителями работа отлажена. Он накладывает чисто моральные обязательства. Те, что мы несем ответственность, что у нас качество соответствует цене. То есть, у нас нет фальсификата. Для этого мы просто уверены в себе. У нас выстроена определенная система приемки, взаимодействия с поставщиками. То есть, если вы видите масло, то оно действительно соответствует этой цене. То есть, вам не продадут здесь фальсификат, выдав его, будем говорить, за оригинал. Продукты Ростельхознадзор проверяет выборочно. Абсолютно все охватить невозможно. На чеку должен быть сам покупатель. Дешевый сыр он только в мышеловке. А дешевое масло – из растительных жиров.